здравствуйте дорогие друзья вернее доброе утро с вами снова фирма peterson и я эдуард петер я это видео не планировал вообще не планировал потому что я вам сказал мне осталось два дня впереди еще около ста фотографий снятых и обработанных ну вот сегодня 50 завтра 50 я должен успеть так вот почему я все-таки дело видео потому что жалко пускать такую возможность у меня тут на столе сейчас вы увидите чудо-юдо рыбакит вот такая какая-то сложная установка на самом деле там ничего сложного нет это lightbox lightbox я которым я никогда не пользовался но помню лет двенадцать назад я укупил и пару раз попробовал мне не понравился и тогда у меня было еще и мало опыта я больше работал со столом помните мой столик да предметы так как он сейчас лежит в подвальчике и он довольно громоздкий его вытаскивать затаскивать очень неприятно мне поэтому я вспомнил о лежащем в том же подвальчике lightbox и решил им воспользоваться причем воспользоваться немножко хитровато потому что мне это надо снимать в один один щелчок мне некогда будет обрабатывать поймать 50 штук сегодня поэтому я вам сейчас быстро все покажу чтобы вы увидели как я это все сделал это не будет уроком это будет практика во время практики я действительно не раскладываюсь особо я показываю основные принципы показываю как я это соорудил как я это снял и на этом все но информация будет хорошая я вам вещаю моему заказчику в темяшил с голову сфотографировать эти битцы убийцы ну и прочее тоже все на фоне другой бижутерии ну так что как будто у него там их много ну действительно много но он считает что это очень красиво ну дело в том что почему бы нет проблемка только заключается в том что здесь сложнее тут куча отражений и так далее ну я думаю сейчас я вам покажу то что я затеял и скорее всего мы с этим справимся вперед и так вы видите лайтбокс да вот она почему я еще не залюбил он очень быстро теряет формы и становится таким видите вот это все отражается тоже и допустим я пробовал бутылки в нем снимать и вот на стекле вот такие отражения неприятные совершенно и я говорю что я потом отдал свою любовь своему предметному стульку так вот это бижутерия бусинки вот это убийца лежит еще и с камушками зараза я закрепил на липкую ленту здесь с обоих сторон чтобы можно было быстро один край поднимать и менять проблемка заключается только в том что у меня нет передней стенки да и не люблю я ее дело в том что она тоже помятая и эту дырку не всегда там попадаешь поэтому у меня есть вот такая дырочка да конечно можно было бы вот так держать здесь перед мне надо эту стенку огородить ее освещать не саму бусину потому что тогда вылезут все ее неприятные там китайские технологические вещи царапины и так далее а мне надо снимать через и вот посмотрите что если я придумал это можно это не делать да ну мне надо быстро ребят поэтому вот видите все настроено она подъехала туда да когда мне надо сменить будет гусинку я и просто отодвигаю хотя я говорю что просто рукой тоже было бы хорошо держать что называется хорошо рука отвалится ребят через 50 штук нажимать сразу курок надо сразу нажимать этот настраивать фокус и фотографировать ну утомительно поэтому я думаю что эта система сослужит мне хорошую службу в этом плане раз раз поменяли раз раз поставили ну такие изыски так вот теперь все касается схемы освещения сейчас мы с вами посмотрим сзади у меня стоит соутбоксик спереди большой сзади под наклоном 45 вернее под положение 45 градусов где-то расположен стрип он играет роль контрового то есть это заполняющий тот подсвечивает и этот дает контровой как бы немножко свет ну и тут наш любимый тубус он должен давать акценты давайте проверим как это происходит включаем один за другим и смотрим на результат я использую 4 вспышки потому что на практике я не обращаю внимание на то есть они у вас или нет я исхожу из мысли из посыла что если вы будете заниматься ювелирка и предметной фотографии у вас четыре штуки должны быть три меню но в этом случае четыре теперь вы посмотрите почему я включая заполняющий свет основной здесь у меня стоит 160 16 и 100 этого не должно хватить получили первый снимок то есть мы осветили как бы но мне этого недостаточно естественно теперь я включаю контроволь и мы будем с вами смотреть как действуют эти света цвета вот была одна вспышка две вспышки что мы видим что край нашего шарика этого он слипся с нашими бижутерией там я положил чтобы это отбить черный я не хочу отбивать слишком графично получится поэтому мы с вами сейчас отобьем белый для этого у меня сзади и стоит видите как хорошо она обрисовалась сверху за счет того что там все-таки темненькие у меня бусинки эти она выделилась ну и теперь естественно мне надо вот две вспышки вот три и теперь естественно мне надо вот эти вот эти вот камушки маленькие мелкие меньше спичечной головки они пять раз ну а еще хочешь чтобы они выглядели как бриллианты и чтобы они блестели я вам скажу я умею это делать именно 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 вот так то есть мы сейчас понимаете в прямую нельзя их освещать прямую сразу же мы осветим эту бусинку она маленькая слишком да и даже наш чудесный вот этот прибор сантехнический да когда я могу точку туда аж поставить сейчас он все равно он даст освещение вокруг и вот эти царапки радостные вылезут на свободу поэтому через вот это полупрозрачный пластик и вот смотрим без и теперь с этим тулусом видите вот эти маленькие маленькие хайлайты да то есть маленькие блики белые вот они как раз и завершают картинку ну а сейчас мы с вами быстро пройдем фотошоп и я вам покажу что там практически будет может быть пройтись фильтром ноус вырезать наверное все убедимся в этом хорошо мы загрузили в конвертер с вами да посмотрим сейчас как это все выглядит а выглядит это хорошо да выглядит это хорошо вот поэтому как я сказал мы будем с вами работать с одного щелчка и без особых затрат времени фотошопе поэтому мы сначала сделаем баланс белом найдем серенький такой так посмотрим да где-то 5200 я предполагал далее немножко дадим здесь динамики и насыщенности мы видим что есть пересветы но это желаемые пересветы то есть я это хочу это хайлайт именно поэтому она блестящая и круглая смотрится все отлично так мы можем еще немножко поработать с освещением сзади да вот так но немного только это все остальное оставим фотошопа в общем то так готово ребята открываем открываем и здесь у меня есть сразу же небольшая проблемка в том что у меня на цепочка она хоть и серебряная но она как-то какая-то постаревшая поэтому мы сейчас ее поправим мы сделаем копию мы пойдем черно-белый сначала вы помните эту систему да потом пойдем вот добавим фильтр такой 82 на 2 процента достаточно будет вот и мы видим что это уже превратилось серебро хорошо так теперь мы это сойдем вместе еще одну здесь поставим черную маску так и нам нужно то в общем то вот только здесь да поэтому мы аккуратненько белой кисточкой это и пройдем вот видите сразу у нас стало то что нужно здесь нам это не надо естественно я сказал аккуратненько значит поменьше вот так вот так то есть убираем эту жухлость она не нужна здесь в серебре зачем вам это а снято у нас очень хорошо ребята да я вижу что отлично все так давайте мы еще один кусочек поставим здесь на всякий случай вот так я привык работать так на полном газу один пиксель нет 0 пиксель поставим 0 пиксель и возьмем там где она уже хотела но ей не хватило чуть-чуть да так здесь и допустим одну вот здесь переборщать не надо так сейчас просто возьмем белую во первых надо будет свести опять на один слой ctrl-shift-alt-e и теперь вот оп белый белый беленькие здесь добавим и все больше не надо ничего ну и такую сильную резкость тоже надо как бы чуть-чуть складить вот так все потом вот тут еще резкость наведем вот так этого как я вижу здесь есть небольшие поправочки требующиеся да тут мы очень просто с вами поступим делаем еще одну копию и делаем тапаз в тапазе настраиваем тапаз наш то есть сразу говорим об убрать вот он прекрасно все убрал но нам детали нужны поэтому детали редуцируемые мы блюр и оставляем детали добавляем свои теперь шумы ну чтобы она чайником не выглядела фарфоровым так ждем все прекрасно все гладенько хорошо если у нас загладились еще вдобавок и контуры тех же камушков то мы просто напросто их сейчас с помощью про я ему кстати вот тут я забыл интересное кино да подняли бывший первый снимок и вернулись сюда через беленькую вот так натоши это как то совсем не красиво вот ребята получился идеальный в общем то в этом случае хорошо отрисованный кадр ну теперь мы сделаем с вами им нужна им нужна им нужна вот такая кадровка кодировка вот такая вот вот так этим ребятам еще раз назад я бы конечно по другому скодрировал я бы скодрировал скажем так где-то вот так может быть красиво было бы а давайте мы с вами так и сделаем уплевать а все таки мы с вами тут самое главное сейчас я вижу что она в горизонтали будет сто раз лучше чем в квадрате в этом случае и тогда мы можем вписать в золотую священнице священнице вот так ну давайте мы сейчас ее вырежем ну конечно конечно ребята она так гораздо лучше смотрится так теперь еще раз соберем посмотрим нужно ли нам насыщенность еще ну нет тут все хорошо никомон с этим прекрасно справляется с цветами и того ну чего здесь не надо убираем вот так так и теперь останется только резкость навести и мы с вами закончили давайте мы это сделаем вот так вот так 50 готово еще у меня есть еще у меня есть одно пятнышко вот здесь неприятно это и мы сейчас справимся так что мы пройдем в цвета возьмем этот цвет поярчик такой и вот здесь еще пройдемся чуть-чуть вот так видите нам будет так лучше смотреться просто напросто мелочь а приятно готово закрываем идем делаем следующее как вы убедились друзья мы действительно с вами сделали с пол пинка но для этого мне надо было собрать эту всю конструкцию все ее опробовать я и остался доволен и теперь до конца дня мне надо еще 49 штук снять теперь я уверен что это сделаю надеюсь что вам понравилось если нет скажите мне об этом прямо в глаза сегодня на фото посиделках я до вечера с вами прощаюсь всем доброго пока и и и и и и и и и